Инспекторы ГИМС напомнили рыбакам о запрете выхода на лёд. Они устроили очередное патрулирование в северной части акватории Амурского залива. В ходе мероприятия сотрудники МЧС России провели с любителями подлёдного лова профилактические беседы о запрете выхода на лёд и раздали информационные памятки. Также инспекторы ГИМС напомнили номера телефонов вызова экстренных служб и рассказали о том, какие действия необходимо предпринять, если человек всё-таки провалился под воду. Напомним, что во Владивостоке введён официальный запрет выхода на лёд до 31 декабря. Несмотря на это, рыбаки-любители продолжают рисковать жизнью. Только за время проведения профилактического мероприятия на льду наблюдалось около 100 человек. Уважаемые граждане, напоминаю вам о том, что во Владивостоке введён официальный запрет выхода людей на лёд. Согласно постановлению, выход на лёд водных объектов категорически запрещен во время достава до 31 декабря 2023 года и во время ледохода с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лёд на автомобилях запрещен на протяжении всего года. За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 1 тысячи до 50 тысяч рублей за выезд и 500 рублей за выход на лёд. Несмотря на запрет, продолжает фиксироваться случай провала людей и автомобильного транспорта под лёд. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает родителям напомнить детям о том, что выход на лёд запрещен и следите за тем, чтобы дети не играли вблизи водоёмов. Уважаемые рыбаки, выходя на лёд, вы подвергаете свою жизнь риску, который может привести к трагическим событиям. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по телефону спасения 101 или 112.